100-120 пациентов в сутки. И это еще не предел. Здесь готовы принять всех, кому нужна экстренная помощь. Документы оформят в регистратуре. Больной ожидает врача в палате. Бегать по кабинетам больше не нужно. Мы на самом деле очень рады, что нам сделали такое приемное отделение, где гораздо удобнее, гораздо проще работать и врачам, и специалистам. И, соответственно, пациентам гораздо приятнее находиться, когда он находится в одном месте. После осмотра врач приемного отделения назначит пациенту необходимые исследования. Их проведут прямо на месте, в смотровой палате. Во время ремонта предусмотрели все до мелочей, в том числе необходимость подвести тот или иной аппарат. Если нужно, и систему здесь поставят. То есть, если нужно, и аппарату здесь сюда привезут. Если вы заметили, большие специальные проемы, для того, чтобы могло отравленное оборудование, могло подвести к пациенту. И уже непосредственно у пациента все это, значит, на месте все это исследование проводить. Смотровую палату нужно будет покинуть только, например, для сдачи крови в распоряжении пациентов и медиков, каталки и кресла. Здесь у нас процедурный кабинет, где проводится забор крови у пациентов из вены. И, соответственно, есть какие-то манипуляции. То есть, именно то, что касается процедурного кабинета, все проводится здесь. Есть и малая операционная, оснащена всем необходимым. Здесь медики могут оказать пациенту экстренную помощь, без которой его невозможно перевести в профильное отделение. Это малая операционная, это для того, чтобы, если какая-то экстренная, допустим, кровотечение, что-то нужно срочно остановить, либо наложение швов каких-то, либо промывание желудка при желудочно-кишечном кровотечении. То есть, гастроскопию, если нужно будет сделать, это палата, как раз это помещение предназначено для этих процедур. Сотрудники приемного отделения признаются, все случаи в их практике разные, но зависимость от времени года прослеживается. Если зимой много пациентов поступает после падений из-за гололедицы, то летом традиционно ожидается наплыв любителей быстрой езды на мотоциклах. Впрочем, здесь готовы к любым ситуациям. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.